Вы на какую передачу работаете? Да, это не будем работать. У меня вагон здоровья. Кто-то у молдаванова не спрашивает. Мы гагрузы. Как часто вы ходите к врачу? Я не хочу. Слава Богу. К врачам? Редко. Раз в год, наверное. Это часто или не очень? Не очень. Мы к врачам вообще не ходим. К врачу и никогда. Бывает, у нас дети болеют чаще, и мы бываем два раза в месяц. Когда есть нужда, едим. В общем, ходим раз в пятилетку. Довольно-таки часто. Часто вот на той неделе было. Два раза у семейного, один раз у шиневой был. Когда обследование идет в школе. Два раза в год. Ну, очень редко. Я, например, часто. Возраст. Не хочется ее. Ходим, когда приспичит. Как часто вы ходите к врачу? Очень редко. За неимением времени. Не часто до у него. У меня здоровье хорошее. Ну, для дочки иду. Дочка болеет, дочка иду. А сама нет. Я не болею. Здоровье вагон. Или по возможности, если что-то болит сильно прям. Раз в три месяца. Ну, я просто работаю поваром, поэтому. Лучше ходить раньше. Анализы сдавать. Диагностировать. Тем более, мы уже в возрасте. Для профилактики дома. Спорт. Спорт. Для профилактики, конечно же, лучше. Но люди устают от очередей в больницах. Плюс очень мало льготных лекарств для людей. Для детей, в частности, есть. Для пенсионеров есть. Но для простых граждан как бы нет. Вот элементарно из-за финансовых неудобств. Конечно. Дорого, конечно. Еще как дорого. Глазного здесь вообще нет. И только платный. А вынуждены идти. Потому что болезнь связана именно с должным глазом. И зарплаты сейчас у людей маленькие. Они не могут себе позволить капельницы ставить, уколы. Иногда расстраиваешься. Иногда. Потому что не можешь получить сразу ту консультацию, которую бы хотел. Или не можешь попасть к врачу, потому что очереди большие. Не хватает врачей. Это самая большая проблема. И услуги. В смысле, я имею в виду какие-нибудь аппараты. Не всегда же можно через по полюсу пройти. Потому что поедешь туда, в Чернёх, там говорят, надо поехать к семейному. На направлении семейного надо Тараклив. Я сам Тараклив. Надо ехать к Тараклив. На данный момент у нас нет окулиста. У нас приезжает окулист соседнего района. И мы у него обслуживаемся. Наша главная беда в том, что у нас нет культуры ухаживать за своим здоровьем. Ну, а если мы здесь вообще почти, получается, по факту не живем, нас здесь нету, куда мы можем ходить? Мы ходим за деньги. Спасибо. 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 Спасибо.